Важное событие в культурной жизни республики. В Чебоксарах состоялась премьера короткометражного фильма «Юман». Сценарист и режиссер, наша землячка Елена Рябцева. Лена, какие надежды ты возлагаешь на этот фильм и кто твой зритель? Надежды возлага большие, тем более вчера так тепло приняли короткометражку и в планах отправлять ее на фестивали по России и за рубеж, потому что предыдущие свои фильмы на международный фестиваль тоже отправляла. Надеюсь, что «Юман» будет тоже покорять сердца наших соотечественников и, может быть, всего мира, будем надеяться. Конечно, говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но тем не менее расскажи о главной идее фильма, что ты в него вложила. Меня давно волновал вопрос современного поколения, молодых людей и ответственности, которую молодое поколение не хочет брать на себя. Я вижу это вокруг, когда мы что-то делаем, и мы не думаем об ответственности, что будет дальше. И серия после меня хоть потоп и так далее. Меня это очень задевало, и много-много лет я мучилась, и вот решила объединить историю о своей действительно состоявшейся фольклорной экспедиции. Я ездила, вот, и я там встретила бабушку, которая очень грустная была, и вся ее история жизни я послушала, записала, и она меня очень расстроила, растрогала, и я подумала, что вот есть такие трагедии маленьких людей, которые мы не знаем. И я объединила вот эти две темы современного поколения, то есть в моем фильме главный герой, студент, он приезжает в деревню, и дальше вот мы увидим их столкновение, скажем, конфликт. Там очень много быта чувашского народа, традиций, фольклора того же. Вот скажи, насколько было сложно создать вот эту атмосферу, чтобы не прогадать, чтобы вот в точку? Да, да, это было очень сложно, потому что я боялась, как вот особенно, да, чебоксарцы, ну, чувашский зритель воспримет, не найдут ли там где-то ошиблась я или еще что-то. До написания сценария мне пришлось проштудировать очень много книг по чувашскому фольклору, обрядам, я просто очень много теперь знаю, действительно, и я взяла реально существовавший обряд, не буду раскрывать пока эти тайны. Вот, и решила воссоздать такую, как бы, немножко сказочную атмосферу, то есть у нас нет привязки по времени, что это там, например, 20 век или 21 век деревня. То есть она, эта бабушка, которую сыграла Нина Михайловна Яковлева, она как бы застыла в своем времени, и вокруг нее вот такая атмосфера, и мы взяли очень много реквизитов в школьном музее, и там действительно, и там прялка, самовар, вот такие вещи, и все это, мне кажется, помогло воссоздать такую вот вроде чувашскую древность и немножко сказочную атмосферу. Очень глобальная работа была проведена, вот, и много людей участвовало, и известных в Чувашии, и из Москвы, насколько я знаю, у тебя команда тоже приехала с тобой. Вот, перечисли имена, которые, может быть, в Чувашии, кстати говоря, очень хорошо знают. Ну, если начать с актеров, да, то главную героиню, бабушку Хведус, играла Нина Михайловна Яковлева, народная артистка РФСР, вот, и Иосиф Александрович Дмитриев Трер, он играл у нас «Лодочника», а из Москвы у меня было двое актеров замечательных, это Илья Крутояров, молодой актер, он играл как раз студента, и Вероника Айги, она сыграла чувашскую девушку Марук, именно на нее мы надевали национальное свадебное платье, которое нам выделили в музее 18 века, настоящим серебром, очень переживали, но все хорошо, и смотрится потрясающе, звук замечательный. Музыку написал Алексей Айги, вот, за что ему отдельно благодарность, потому что музыка действительно скрасила и объединила, как бы, вот, русскую часть и чувашскую часть. И все-таки этот фильм увидели зрители Казани в первую очередь, почему так? В Казани был показ, первый показ, он был приурочен к форуму «Время кино», ровно год назад на этом же форуме я одержала победу, и с проектом «Юман», еще тогда мы не снимали, заняла первое место, и меня там поддержала корпорация «Русская фильмгруппа», и сказали, что вот, ты через месяц уже планируешь съемки, мы тебе поможем. И большое им спасибо и финансово, и продюсерски. Соответственно, вот прошел год, и мне сказали, будет здорово, если ты покажешь результат казанцам и вообще жителям Татарстана, что получилось, чтобы они знали, нужно участвовать на питчингах, подавать свои заявки. Я действительно согласна с этим, что не надо бояться не писать стол, а нужно выходить уже в люди, показывать какие-то работы. Твои предыдущие картины тоже завоевывали не одно место в разных фестивалях. Это драма «Принять удар», да, правильно? Это психологический триллер. Психологический триллер «Принять удар» и комедия «Вера и сомнения». Вот жанры противоположные. В каком тебе больше нравится работать в жанре все-таки? Да, это интересный этот разброс жанров. Я начала с комедии, но сценарий писала не я, это я как режиссер-постановщик. Выступала, вот комедию снимать. На самом деле считается комедией самый трудный жанр, потому что заставить людей плакать намного проще, чем смеяться. И очень было тяжело действительно снимать, чтобы получилось весело. И когда я хожу на показы «Вера и сомнения», люди смеются. Это всегда очень приятно, как бальзам на душу. Но действительно комедии очень сложные. И даже я не уверена, что я бы хотела еще какие-то комедии снимать. Может быть, это не мое, не знаю. Потом я сняла психологический триллер. Вот это уже мне ближе всегда было. То есть не какие-то страшилки пугающие, а именно держать напряжение, какой-то такой саспенс. И взяла в основу психологический эксперимент Стэнли Милгрэма. То есть это реальный факт. Добавила туда немножко настоящего электрического тока, электрический стул. И это действительно мне близко. И особенно было приятно получать отзывы от британских кинофестивалей, которые писали рецензии на английском и сравнивали с кавками, а еще что-то. Вот это просто, конечно, поразительно, что Европа тоже заценила. А «Юмана» — это драма. Вот я решила попробовать такой, потому что, мне кажется, драматические истории, но они сложнее, потому что жанровое кино всегда проще. Если вы идете на боевик, вы ждете перестрелок, какой-то любовной линии и ничего больше. Если вы идете на комедию, чтобы посмеяться, ужас испугаться. А когда на драму, ты не знаешь, чего ожидать. И это никто не пойдет в кинотеатры на драму. Мне кажется, только мелодраму. Но я себя как-то позиционирую как авторское кино. И больше по фестивалям не в прокат. Пока тем более короткометражки. Ну, не знаю, будут ли дальше у меня эксперименты с жанрами. Пока мне, в принципе, все устраивает. Все, что я хотела, попробовать свои силы в этих жанрах я попробовала. Насколько я знаю, на фильме «Юмана» люди тоже проронили ни одну слезу. И разговаривала с одной из зрительниц. Она сказала, что концовка неоднозначная. Я знаю, что не принято говорить о концовках. Но, может быть, небольшое пояснение все-таки скажешь. Каждый человек увидит свое или все-таки что-то ты вкладывала конкретное? Да, были прям многие, кто плакал. И даже уже после выходили с такими слезами на глазах. Это, конечно, самая приятная похвала режиссеру. Значит, фильм тронул. И моя задумка как-то перетекла в сердца людей. И мне кажется, что это такие слезы должны быть, слезы радости. Все-таки там нет ничего такого ужасного, где все умирают и так далее. Так что пусть это будет подсказка, может быть, будущим зрителям. Или кто уже посмотрел, но сомневается, что... Но для меня все довольно оптимистично. Все в финале. То есть с надеждой. Я стараюсь давать надежду в своих фильмах. Поделись своими дальнейшими планами на будущее. Может быть, уже есть готовый сценарий? Ну, что-то пишу, конечно. Потому что если человек сценарист, нужно всегда писать, писать любые задумки. Все реализовывать хотя бы в бумаге. Но в планах пока ничего не могу сказать. Потому что только-только завершила работу над Юманом. Это очень энергозатратно. Нужно немножко отдохнуть. Но в будущем, конечно, хочется. Потому что без этого не могу жить. И всегда вспоминаю съемочный период или подготовительный, когда ты погружаешься, получаешь такое удовольствие. Поэтому не исключаю, что рано или поздно, как меня вновь потянет на какие-то такие кинопутешествия отправиться и в новый мир кино снимать. И вот скажи, где зрители смогут увидеть в ближайшем будущем, может быть, фильм Юман? Сейчас он будет отправляться на фестивали. Поэтому именно на фестивалях. Но в Чебоксарах. Вот вчера сказали, что приняли фильм на Чебоксарский международный кинофестиваль, который пройдет в мае месяце. И там он будет. Поэтому те, кто не успел посмотреть или кто хочет посмотреть еще раз, потому что 15 минут слишком мало, они смогут увидеть в Чебоксарах его в мае. А так буду показывать в Москве, в других городах России, я надеюсь. То есть пока только вот разовые показы в кинотеатрах. Лена, спасибо тебе большое за беседу. Творческих тебе успехов. Наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова